Уже несколько дней на юге Молдовы столбики термометров переваливают 30-градусную отметку. Такая жара очень сильно бьет по сердечно-сосудистой системе и сердце, особенно у пожилых людей, может не выдержать. В период аномальной жары отделение скорой помощи работает в усиленном режиме. Участились вызовы неотложки, жалобами на боли в области сердца и повышение артериального давления. У человека может возникнуть гипертермия, это повышение температуры до 41 градуса, головокружение, головная боль, потливость, учащение сердечного пульса, повышение или снижение артериального давления. Это признаки теплового или солнечного удара. При таких симптомах, по рекомендациям фельдшера скорой помощи пострадавшего, нужно немедленно вывести на свежий воздух, дать попить прохладной воды и положить на голову холодный компресс. Правильное питание и питье – вот спасение от жары, говорят специалисты. Вместо мясного – витаминное, вместо кофе – компот, а лучше – просто вода. Как спастись от жары? У каждого свой рецепт. Холодный душ, кондиционер на работе. И так потихонечку терпим, ждем дождя. Воды, гавированный компот. Разделусь, обмоюсь и буду сидеть в комнате. На улицу не выходить. Я и так сегодня переборщила. Много ходила. Очень трудно приходится тем, кто трудится на улицах города и в течение всего дня находится под палящим солнцем. Я все время головной убор ставлю. Я без него не могу. В тени, где поближе теночек, на 5 минут 10 перекурс делаем, опять встаем, опять начинаем работать. Чтобы не дать себе засохнуть, тараклицы не только пьют квас и много воды, но и купаются в местных, непригодных для этого водоемах. В такую жару запреты санитарных служб мало кого останавливают. Люди тянутся к озерам, несмотря на то, что купание в них может быть опасным для здоровья. Никому меня...